25 км в час таких скоростей эта трасса, рассчитанная больше чем на 300 км в час, наверное, больше не увидит. Почти 6 км гладкого, как шелк полотна, преодолевали аж целых 20 минут. По приглашению администрации края, руководства города, депутаты всех уровней оказались первыми людьми, не имеющими прямого отношения к организации гонок, кому довелось проехать по этой трассе. Кто-то чувствовал себя пилотом, а кто-то мобильным репортером. Конечно, счастливы, что мы побывали здесь первые. Хоть мы и проехали на брудь бы медленных карах, которые 25 км в час развивают скорость, но мы ощутили ту мощь, которую несет в себе эта трасса, потому что даже здесь мы ощутили вот эти повороты 90 градусов, качество поверхности, качество покрытия, качество вообще исполнения отделочных работ, которые здесь сделаны, конечно, это ощущаешь. Ну и самое главное, мечта, наверное, у любого человека, конечно, и у мужчин в первую очередь, это быть где-то первым, скорость. А это центр управления. По территории Олимпийского парка проложены более 400 км кабелей. 47 HD-камер с картинкой высокой четкости моментально по оптоволоконным линиям передают информацию сюда. Именно в этой комнате во время самих соревнований будут приниматься судьбоносные решения. Я когда увидел всю эту систему наблюдения, анализа, сбора информации, фиксации, судейские и прочие, все аппараты, которые в момент проведения соревнований будут работать, я почувствовал себя космонавтом в каком-то космическом корабле. Это нереальная какая-то вот ситуация. И в течение одного года в Сочи Олимпиада и Формула-1 такого в истории еще не было. И, конечно, еще что поражает, поражает размах. Размах – это размах мощной супердержавы. В мире всего 16 стран имеют трассы для Формулы-1. Российская построена позже всех. Здесь все – от асфальтового покрытия до технического оснащения – самое передовое в мире. Поэтому уже сейчас сюда, как на модельную площадку, приезжают специалисты из тех государств, которые только хотят заполучить право принять королевские гонки у себя. Помимо престижа еще есть и абсолютно четкие экономические выгоды. Только зрителей приедет 65 тысяч. Для Сочи это мероприятие – еще один серьезный шаг на пути круглогодичной загрузки. Восемьдесят процентов всех затрат – это Краснодарский гонки. Мы считаем, что это то направление высокотехнологичное, которое позволит нам открыть новую страницу. Вообще в стране развить высокотехнологичный гонки. Поэтому для нас это новый шаг, для вас это новый шаг, это даже не Олимпиада. Это королевские гонки. Мы очень ждем, что эта королевская гонка стартует в Сочи. Это первый в России гонок. Уже известно, что трасса пустовать не будет. График проведения невероятных по масштабу мероприятий в перерывах между гонками расписан чуть ли не день в день. Пока организаторы все держат в строжайшем секрете. Но обещают, всему миру еще не раз придется смотреть репортажи из Сочи. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ